всем привет с вами канал art money и у нас наверное четвертая часть не знаю вас там написано я уже честно говоря в этих частях запуталась следующий у нас с вами папка здесь к сожалению дата не написано вот не знаю какая здесь дата надеюсь что мы увидим там в описании картин ладно поехали здесь я уже рисовала сама уже сидя дома сама уже училась буханочка вернее городская булочка с ножиком вот нет здесь ничего не подписано такая вот работа это яблочки я помню как я рисовала мне что-то вдруг вдохновили яблоки я да кстати это перевернутая вазочка и блин я люблю такие всякие необычные нестандартные натюрморты вот ну такая вот она красивая кстати работа довольно классно можно было конечно тут и закончить но принципе довольно симпатично вот здесь у нас чайничек такой она это видимо после художки как раз да скорее всего после художки папки у меня видимо перепутанные кто-то ковырялся ну ладно так это я уже так это я уже помню рис рисовывал с какой-то открытки довольно смотрите она классная красивая здесь даже маленький зайчик следы она блин а безумно просто красивая она просто безумно красивая блин она мне так нравилась но когда я увидела свекровь сказала что я совершенно не умею рисовать что это не работа фигня вот настоящие художники да они рисуют а здесь вот вот мне было конечно это очень очень сильно обидно после этого я перестала возить картины показывать им перестала ну не возить а я ходила просто у них там в области учителю и там рисовала вот ей конечно я перестала показывать потому что это было неприятно для меня эта работа была просто шикарная просто шикарная такая после всего того что у меня там получалось вот здесь вот первый снег если даже снегири сидят тоже очень классная она вместе вот с той работой и на следующий день уже тоже рисовала тоже кстати очень классная мне прям тоже она очень очень понравился это по моему с какой-то открытки если вот дом стоит в снегу но издалека конечно не совсем понятно почему здесь только верхушка дома какая-то пополам дома не хватает как-то это все очень странно так такая работа здесь я его кстати рисовала сама срисовывала очень долго если вот взять животное допустим и срисовывать то у меня получается нарисовать вот именно вот прямо смотреть на картинку и рисовать у меня смотрите получилось это была открытка это было очень классная такая красиво видите она работа и здесь вот конечно же у меня вот у смотрите церквушка здесь у меня все прорисовано смотрите даже крест есть классно а вот тут мне понравилась очень травка смотрите это сделано какой-то кисточкой такой другой совсем вот очень красивая смотрите работа очень классная мне нравится она ну вот у меня прям шла серия друг за дружкой уже такие работы смотрите они классные здесь у меня получилось нарисовать лед очень хорошо здесь какие-то животные но они не очень получились но получилось кстати нарисовать их следы смотрите какие они классные следы то есть и след виден и маленькая рядышком беленькая как получается эффект 3d то есть ну блин вообще прям классный из здесь вот вода тоже очень классная и елочка конечно не съехал куда-то они все в принципе меня елочкой посъезжали но в целом работа получилась мне кажется довольно шикарная и те вот шикарно и вот этом здесь уже пошли какие-то обыкновенные работы обычные это не знаю с художки может быть что ли наверное с художки остались остатки да скорее всего может быть таких вроде у меня не было здесь чего-то чего-то там я пыталась нарисовать не знаю короче здесь у меня ваза какая-то а это знаете сейчас я вам покажу что это это я срисовывала в том что оно да да я конечно как всегда хоть как всегда просто остановилась это вот она работа вот она видите почему-то я опять остановилась у меня просто не получилось хотя кстати даже лист я сделала даже лист такого же размера и прям вот смотрите прямо копия почему-то не дорисовала я не знаю почему ну в принципе тут не хватало каких-то можно даже мне кажется сейчас это взять мазками и просто их вот так сейчас дорисовать и будет полноценная такая же работа это работа это картинка какого-то там художника кто-то нам подарил дедуля по моему маме подарил вот а я хотела такую же картину у себя дома она мне почему-то раньше очень нравилась и хотела нарисовать ее сама мне не получилось так тут какие-то вишенки что-то меня там вдохновили тут чего-то чего-то мне захотелось нарисовать нестандартное опять не дорисованы не знаю почему тут тоже какие-то но это не особо красивые такие работы это тоже а вот тут я помню как сидела хотела напротив входной двери повесить вот эту вот картину какое-то чудовище которое заходит и я помню как я сидела рисовала приходит мама увидела что я рисую и что-то у нее там на работе какие-то были проблемы я помню она меня просто накричала и все мне было это так обидно я тут сижу стараюсь рисую у меня там что-то очень долго не получалось а у него живот то слишком маленький был мне нужно было чтобы побольше был что-то как-то с ногой что ли я очень долго вторую ну а я вспомнила потом вторую ногу куда-то надо было может быть это вот она есть или хвост короче что-то вообще такое вот непонятно мама сказала это очень страшная работа и она не хочет чтобы она висела напротив двери будешь заходить каждый раз и пугаться короче вот так это было вот и она теперь лежит просто спрятанная от всех глаз хотя получилось мне кажется довольно классно даже здесь вот смотрите получились косяки вот эти вот то есть они блин довольно хорошо тут все прорисовано особенно вот эти причем у меня совсем вот этими штуками всегда были проблемы не помню как это называется уже правильно так тут у нас наша ладья я рисовала видимо ее сбоку чего-то непонятное получилось так тут я хотела нарисовать что-то такое нестандартное что-то свое что-то необыкновенное получился вот так вот а еще и вот тут чего-то непонятное что-то хотел короче нарисовать непонятно что вот здесь у меня птичка птичка срисованная довольно кстати хорошо неплохо так здесь тоже у меня чего-то не знаю чего чего-то тут сама тоже рисовала а это кстати я рисовала ходила как раз к учительнице в области в отрадной мы ездили там учительница была за 200 рублей что-ли по моему за два или три часа она меня учила рисовать очень много ответил на разные мои вопросы очень прям классная учительница чувствуется что ей деньги не нужны вот лишь бы вот людей научить рисовать таких людей на самом деле очень 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 мало и к таким людям я испытываю огромнейшее уважение то что они живут не ради денег а ради того чтобы как-то другим людям рассказать свои знания за бесплатно это очень классно на самом деле не потому что допустим что мне денег жалко ей дать а потому что потому что вот человек просто вот такой вот классный вот напишите кстати об этом о всем комментариях что думаете вы нажмите на стоп и напишите вот тут она мне показала как рисуется фактура дерева но по-моему на тот момент мне это не особо интересовало меня интересовало на тот момент как рисовать пейзажи вот по моему как раз вот те работы первый снег и все такое это вот как раз вот после вот этот работы были написаны так здесь вот что-то такое чего-то я анду перевернуть на ну ладно тут у меня чего-то чего-то рыбка какая-то тут бутылка вина тут меня что-то вдохновит а вот кстати роза которая говорил роза вот тут не а в принципе получается нарисовать а пионы вот нет никак ну вот еще что-то я там попыталась или мы с ней прессовали или нет кстати маленький зайчик есть он получился очень-очень классно здесь вода очень классно получилось облака вот здесь тоже прям шикарный шик просто получились мне кажется а тут я рисовал свою дачу я помню как я очень промучился с этими кирпичиками я просто промучилась я не знаю это не знаю как причем кстати я со второго раза это у меня получилось первый раз я всю полностью прорисовала кирпичную кладку но получилось некрасиво второй раз я посмотрела как это правильно делается и нарисовала по-другому да это моя дача кто кстати видел обзор моей дачи то вспомнит раньше были цветы сейчас у нас здесь огород да дорожку я тут кстати не прорисовала почему-то вот тут вот бак кстати даже смотрите виднеется ведерко кранчик малюсенький малюсенький смотрите кранчик класс прям вообще так тут у меня какая-то ветка вишни по всей видимости так здесь я чё-то где-то с кем-то по-моему рисовала не помню с этой учительницы или в мастер-класс какой-то был ночной пейзаж какой-то короче я должна была дорисовать по-моему мне чё-то помнится но нет наташа никогда не дорисует ничего вот здесь что-то я сама там по-моему срисовывалась картина даже по-моему какой-то не помню а вот рыбки я помню с этой учительниц рисовали опять камни не дорисованы у меня почему-то какой-то мы тут как раз пробовали акварель наверное или мокрая гуашь какая-нибудь вместе с наверное акварель все-таки хотя фиг знает вместе с восковыми мелками вот они в принципе они тут видны вот эффект с ними получается довольно интересный так что все уже почти тут я тоже что-то пробовала сама ну да это конечно апельсин огромный вот это тоже она меня все-таки это учительница я помню заставила говорит давай-ка ты нарисуешь тебя будет хотя бы руку набьешь что-то там короче у тебя после этого будет получаться и мне пришлось я помню очень долго бесилась дома я это все дорисовывал прорисовывал по-моему я эту работу рисовала не знаю очень очень много 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 дней не знаю может месяц что ли потому что меня это просто ужасно бесила эта работа не могу я вот эти вот загогольные представляете все надо прорисовать блин их столько просто прорисовать еще и здесь их добавка еще не перепутаться потому что тут вот идет как раз вот такое короче ужас просто просто ужас яблоко я уже просто не стала трогать ну здесь еще там дорисовала где-то как-то так короче просто ужасно ну я это сделала в принципе довольно красиво смотрится но нет конечно это не мое столько времени тратить и бесишься плюс добавок от этого нет я люблю рисовать спокойно я люблю красками рисовать короче так вот здесь вот что-то я там по-моему сама что ли что-то там придумывала нестандартное здесь закат какой-то а здесь какая-то птичка а вот это кстати по моему тоже клевая работа она почему-то сложенная а здесь мазками видимо прикладывалась что ли а потом еще сверху прорисовывалась скорее всего даже она наверное да она складывалась пополам кстати вот такая такие работы меня тоже очень 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 заинтересовывает это знаете когда лист складываешь пополам на одном листе какие-то делаешь мокрые такие прямокрые мазки яркие мокрые мокрые потом другой стороной закрываете какое-то время ждете ну пару секунд открываете высушиваете и у вас получаются какие-то вот такие вот некие эффекты я не помню как это правильно называется все если честно вот например то есть даже какие-то здесь листья вот лист как будто какой-то такой прорисованный вот и потом просто смотрите на всю вот эту вот картинку и развиваете таким образом свою фантазию что же здесь может быть такое смотрите вертите лист так сяк вот что-то хотите нарисовать одно а получается мазками совершенно другое это интересно это я помню конкретно одно время очень заинтересовало я прям помню кучи их наделала но времени почему-то у меня не было их дальше раскрасть и потом можно это все раскрашивать черной ручкой кстати гелевой вот так здесь у меня тоже какая-то рыбка это мы вместе с ней рисовали кстати у меня занятия были индивидуальные потому что я приезжала в какой-то день который она просто работает то есть преподает она в другие дни а я в эти дни не могла приехать Gospel так вот здесь вот картина как раз вместе с ней это самый первый пейзаж вместе с ней она мне здесь уже рассказывала что как Visо что зачем почему где что и как это первая работа она принесла книгу показала вот книга давай по книге будем срисовывать аникает даже я не могу по памяти нарисовать ты что давай рисовать и все мы рисовали я помню. Да, вот это я помню зеленый домик. Ну, в принципе, довольно неплохо получилось. Она немножечко мне помогала, объясняла. Молодец, умница. Моя самая любимая учительница. Так, ну здесь я что-то сама. А, ну и все, вот последняя работа наша. Вот, кстати, тоже эти самые деревья восковыми мелками. Очень красивые тоже. Ролик получился какой длинный, на 15 минут, аж на 16. Вот, это с вами у нас была уже следующая часть. У вас там вверху будет подписана какая-то часть, потому что я уже просто запуталась, какая она по счету. Это, естественно, не последняя. Сейчас эти работы я снимала у мамы дома, которые лежат уже. Вот, а еще также примерно такое же, наверное, количество. Несколько, наверное, еще частей будут работ, которые лежат у меня дома. Это я буду уже отдельно снимать. У меня дома уже выйдет у вас в следующем ролике. Вот, я надеюсь, то, что вам понравился обзор моих работ, что он вас заинтересовал. Я очень на это надеюсь. Вот, пишите обязательно в комментариях, свои комментарии, что-то там. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, который выйдет уже... Не знаю, с каким перерывом они будут выходить. Пока что не знаю. Ну, где-нибудь рядышком он выйдет. В любом случае будет, скорее всего, отдельный плейлист на мои обзоры картин, скорее всего. Вот, так будет всем поудобнее, я думаю, если что, вы найдете. В конечной заставке также будет, наверное, предыдущий ролик и в описании ролика тоже будут, наверное, ссылочки предыдущих роликов, чтобы вы не пропустили. Каждая папка по-своему интересно все-таки. Вот. Все. С вами был канал ArtManya. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok